Здарова, это Шамшурин и вот вчера что-то не спалось и решил накидать тебе такой видос, то есть вот о перфекционизме. То есть что такое перфекционизм в пикапе, то есть чем его едят и как бы его плюсы и минусы. Скажем так, что перфекционизм это явление, которое встречается в пикапе. И то есть давай сразу к делу, смотри, чем он мешает на самых первых порах многим парням, многим мужчинам, которые начинают практиковать активное общение с девушками. То есть суть перфекционизма в том, что перфекционист считает, что путь к успеху, вот если точка А где-то сейчас, вот точка Б куда-то хочешь прийти, путь к успеху, он вот такой прямой, простой и легкий соответственно. Выглядит как прямая линия и соответственно он считает, что никаких сложностей не должно быть, все должно быть гладко, все должно быть идеально. Здесь же в пикапе очень важно, я уже об этом сто раз говорил, то есть до 60-70% важности это научиться правильно воспринимать отказы, правильно воспринимать негативную реакцию на себя и то, что ты можешь не всем понравиться. Соответственно реалист, в отличие от перфекциониста, он понимает, что путь к успеху может быть вот таким вот, вот таким вот, вот таким вот, то есть там будут и поражения, и победы, и какие-то обломы, и что-то еще. Но в конце концов если работать, если стараться, если практиковать, то все будет хорошо, ты окажешься в этой точке. Вот, и многие парни как бы более перфекционистические, скажем так, настроенные, начиная заниматься пикапом, сталкиваются с первыми возражениями, с первыми стрессами, с первыми обломами какими-то. То есть, ну как бы ты ходил мимо девушек, их не было в твоей жизни, ты на них просто смотрел, или даже уже некоторые смотреть перестали, потом ты вдруг начал с ними как-то взаимодействовать, то есть к ним подходить, с ними знакомиться, с ними ходить на свидания. И естественно, кто делает, у того появляются как бы и успехи, и неудачи. Если вообще ничего не делать, то не будет ничего. Вот, и таким образом, в общем, перфекционизм здесь влияет на знакомство плохо, потому что, как бы, ты не готов к отказам, ты не готов к неудачам, поэтому от него нужно здесь немножко избавляться. Следующий, второй момент. Некоторые им прикрываются. Ну, то есть, как бы, смотрите, это такой псевдоперфекционизм. То есть, когда ты видишь девушку, которая на самом деле красивая, которая тебе очень нравится, ты можешь сам себе или там кому-то говорить, ой, она, у нее слишком длинные ноги, у нее там ни родинка не на том месте, она не в моем вкусе и так далее. Ой, совсем не то, что мне надо, вот и так далее. Я не хочу за ней бегать. Ну, то есть, ты сам себя обманываешь и, как бы, прикрываешься так называемым перфекционизмом, что, типа, ну, мне нужна самая лучшая, а это не мое. Чувак, ну, как бы, тебе нужно максимально четко отслеживать, где ты себе врешь. Значит, третий момент. Значит, в чем перфекционизм негативно влияет на пикап? То, что все хотят показаться максимально идеально девушке, максимально с лучшей стороны. Это вообще бич мужчины при знакомстве и при свидании, то есть, при первом общении, при какой-то начальной стадии, когда мужчина хочет сознательно или неосознанно, то есть, как угодно выглядеть в глазах женщины самым-самым-самым крутым. И не дай бог она узнает, что ты не такой на самом деле, что ты обычный парень, у которого есть свои недостатки, свои слабости, они есть у всех. И боязнь того, что девушка может тебя таким обнаружить, раскусить, что они в тебе есть, она очень сильно зажимает мужчин, то есть, они от этого испытывают дискомфорт и страх при знакомстве и при первичном общении. Поэтому нужно здесь убирать свой перфекционизм из серии, что не пытайтесь стараться и казаться тем, кем вы не являетесь, то есть, выглядите лучше, чем вы есть на самом деле. Прикол в том, что вы уже хороши теми, какие вы есть. Вы уже классные, вы уже идеальные, вы уже уникальные, ребят. Но почему-то вам все время кажется, что вы где-то недостаточно хороши для той или иной девушки. Сейчас, смотрите, есть. Здесь нужно понимать, что вы не можете нравиться всем. Это тоже связано с перфекционизмом. Надо научиться радоваться всему. Есть такая история в одной из книг об этой теме. Когда студент подошел на перерыве в столовую, по-моему, к профессору, он как бы преподавал счастье, преподавал то, как быть счастливым, как жить счастливой жизнью. И студент сказал бы, я с этого момента начинаю за вами наблюдать, там, допустим, Иван Иванович. Вот. Поскольку вы профессор, который преподает счастье, соответственно, я считаю, что вы всегда должны быть в хорошем настроении, вы всегда должны улыбаться. И если, не дай бог, я вас увижу в плохом настроении, значит, вы плохой профессор, я всем об этом расскажу. То есть, вы плохой специалист, вы не знаете, как преподавать счастье, потому что вы сам несчастливый. Вот такая фигня. И когда он ушел, профессор сказал, то есть, вот как мне ему объяснить, что этот студент глуп, то, что счастье – это не только все время быть в хорошем настроении, не только постоянно улыбаться, как дурачок, постоянно радоваться. То есть, жизнь, она не может быть просто вся идеальная, да, без каких-то падений, падений, шишек, негативных ситуаций и так далее. То есть, смысл счастья в том, чтобы, ну, по теории этого профессора, я здесь с ним соглашусь. То есть, счастье – это не конечная какая-то точка, пункт, куда нужно прийти. Счастье – это состояние, в котором ты должен находиться, к которому нужно стремиться, чтобы ты в нем находился постоянно. То есть, смысл в том, чтобы уметь принимать адекватно и радоваться, то есть, и победам, и поражениям, и каким-то жизненным урокам, какому-то опыту, который ты почерпнул из поражений, из каких-то ситуаций, которые сложились не так, как тебе хочется. В этом смысл счастья. В пикапе то же самое. То есть, нужно научиться спокойно воспринимать отказы, спокойно воспринимать то, что не все будет так, как ты хочешь сразу, да, то есть, будут моменты очень приятные, когда ты не ожидал чего-то, а оно случается, и это очень круто. Бывает такое, что ты запланировал, например, ты там спланировал, что вот у тебя это свидание, девушка пойдет к тебе домой, а фиг там, там что-то случилось, не знаю, что-то пошло не так. И она вообще туда не пришла. Бывают разные ситуации. Твоя задача как реалиста, я надеюсь, к которым ты являешься, да, то есть, к которому ты стремишься. И это воспринимать, это нормально. Так, смотрите, есть такой чувак, как бы, я про него уже где-то говорил недавно. Его зовут Джи Аджианг, и он создал такую, как бы, теорию, то есть, там, по поводу сотни или тысячи отказов. То есть, про него вы можете найти видос в интернете. Он специально, ну, для того, чтобы научиться воспринимать отказы нормально, к ним хорошо относиться, перестать быть перфекционистом в пикапе, нужно этих отказов словить очень много. Поэтому мы на тренингах, на моих тренингах даем, например, задания, связанные с тем, чтобы, а, ты не показывал себя крутым, то есть, специально есть задания, которые называются «Я не альфа-самец», когда ты предстаешь перед девушкой в самом нелицеприятном образе. И, соответственно, мы даем задания, связанные с отказами. То есть, твоя задача – получить какое-то количество отказов. То есть, как мы это делаем, это, ну, как бы, это секрет. Вот. И вот этот Джи Аджианг, он, как бы, какое-то время специально получал огромное количество отказов. То есть, он заморочился и делал определенные штуки, ну, на которые нельзя было услышать или, там, получить положительную реакцию, положительный ответ. Он просил добавки в Макдональдсе, он просил у мужиков на улице просто 100 долларов. Он просил еще какие-то штуки. То есть, можно я у вас тут в отеле постою, поработаю консьержем, как этот чувак называется, который встречает, ну, консьержем, скажем так. Вот. То есть, он заведомо создавал ситуации, в которых ему 100% должны были отказать. То есть, для того, чтобы закалить свой дух, свой мозг, как бы, привыкнуть к отказам. Здесь то же самое. То есть, есть очень много техник в пикапе, которые позволяют заведомо заранее сделать такие ситуации, чтобы девушка тебе отказала. Это очень сильно закаляет, и потом ты начинаешь к этим отказам относиться нормально, легко и хорошо. А как в вашем случае происходит, да? То есть, вы пошли, начали что-то делать, собрались силами, взяли себя в кулак, взяли себя за яйца, получили первые же негативные какие-то реакции и забили потом неделю, две или месяц реабилитируетесь. Вот я бедный несчастный, меня послали чуваки. То есть, еще раз говорю, пикап очень хорошо прокачивает навык настойчивости, устойчивости, упертости, целеустремленности. И это потом проецируется на все сферы жизни. На бизнес, на работу, на карьеру, на общение с партнерами, с людьми и так далее. Ну, собственно, это все, как бы, ребят. Хочу еще раз напомнить, значит, 22-23 у нас уикенд с тренером групповой, который сразу в полях. Я и моя команда, мы проведем с вами целых два выходных с утра до вечера, и за это время вы пообщаетесь, каждый из вас, не менее чем с 50 девушками, с многими из которых ваше общение продолжится. Ссылка под видео для того, чтобы узнать подробности. Это экспериментальный формат, маленький, направленный на знакомство и на все, что с ними связано. Очень крутая тусовка, где ты найдешь единомышленников, где ты научишься делать какие-то основные вещи, то есть, где тебя сильно вставят и расслабят одновременно, и ты поймешь, как этот принцип работает, и сам ощутишь на себе, что он работает. Вот, соответственно, 22-23 стоимость стоит будет недорого. Вот. И приходи, увидимся там. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok